В другой раз, неправильно речь, говоря о той же Пятой симфонии Чайковского, в исполнении Никиша, называют это исполнение чудным и вдохновенным. И даже, опять-таки, под влиянием этого исполнения, Римский-Горского в чрезвычайно хвалил анданты из Пятой симфонии Чайковского, хотя самое начало этого анданта и напоминало известную арию из короля Лагорского Масне. И, как итог, лучшего дирижёра, лучшего, чем будешь, Римский-Горского не знает. Давайте послушаем. Вот эту самую. Так, что я должен нажать, Настя, напомните, пожалуйста. А, просто. Или, если поможет, либо вот эту. А, ещё здесь, наверное, придёт сюда. Пошёл. Спасибо. Ну вот, Римский-Горского говорит, что это уменьшение первой части симфонии, ни на чём ни на чём не ословно. Опять-таки, мы ещё раз должны вспомнить это поразительное единение, поразительное молчание всех и противников, и сторонников Никиша, и противников, и сторонников Бюлова, и противников, и сторонников Стэн-Тару-Бату. Все едины в одном. Никто, нигде, во всяком случае, не попалось, не обсуждает причины. Всегда это количество. Ну, вот как Эдвард Гринк, например, Которого тоже вырос свой зуб на Артуре Никиша. В Геванткаузе будет исполниться симфония си-дюмой мажор Сверсона и моя первая сюрета Бергюн. По правде говоря, мне довольно интересно, какой будет результат, потому что, хотя Никиш гениальный движок, но и он не вполне свободен от увлечения темпуру Бату. Но, разумеется, и у тебя, это в письме к коллеге и другу, датскому композитору Августу Виндену, в 895 году. Разумеется, и у тебя, и у меня есть Рубату, но мы хотим, чтобы оно было в нужных местах, а не к саде, не в Пападе. Интересно было бы спросить у Грига, а что это за нужные места? А как понять, а как определить, где оно будет уместно, а где оно будет не в Пападе? Дело в этом, выключает Грига. И вдруг Бетховен в этом отношении, в программе, по-моему, 7-я симфония Бетховена, в Украине Грига, что тоже фигурировал, делает все, поэтому Бетховен в этом отношении опасен, поскольку это может наблюдить прекрасной архитектуре. И, кстати говоря, критика того времени тоже единый, такой вид мотив, особенно как-то терзали тогдашние уши тогдашних многих музыкантов, это самое Рубату именно в бетховенских симфониях и ударцовах. Когда играл Бюллов, когда играл Густав, когда дирижировал Густав Малер, Артур Лукиш, сегодня это трудно себе представить. Сегодня Бетховен – это чудо строгости, потому что он венский классик. Ну, это смешно. Можно вспомнить, на всякий случай, что вообще Бетховен был первым романтиком. Ну, конечно, венский классик, но он первый композитор, в котором жило уже вот это романтическое самосознание, и современники к нему относились именно так. Во всём новом. Новая манера, новая музыка, новое сознание композитора, не ремесленника, а творца, который оставляет после себя не просто какое-то наследие, как любой производитель ремесленник, а творчество. Это, в общем, опасная идея, очень долгое время, долгие века. Творец был один, большой буквы, тот, кто твоим изменичил, а теперь надо было, если ты творец, то, значит, ты должен сделать вид, эффект того, что ты творишь изменичил. Ну, в общем, Бетховен, это удалось. Потом после него это удалось. Брансу. Из ничего творить всё. Да, но вернёмся к этой самой критике Рупанту. Значит, мы ничего не узнаём об этих самых местах. Это не обсуждается. Как будто это всем хорошо известно и понятно. В другой раз дело уже касается не Никиша, а пианистки Терезы Карейни. Замечательные пианистки Терезы Карейни. Чёрт побери этих виртуозов с их Дессер Маффин сделать лучше. В первой части концерта Мими Нор Шопена она посчитала нужным медленнее сыграть пассажи, так что развития не удалось. А в финале неожиданно намного сдержаннее взяла вторую тему. За такое следовало бы штрафовать. А потом она этим хвасталась, что было лучше всего. Вот это, конечно, интересно и любопытно, но почему не взять вторую тему действительно медленнее, это вообще само собой разумеется. Вот там обычно так и играют. Может быть, не в такой степени теперь, как тогда, как тогда Терезы Карейни, а пассажи медленнее. Очевидно, речь идёт о разработке, поэтому развития не удалось. Но тоже, кстати, был бы хороший эффект, красиво бы. Иосиф Клофман в записи этого концерта, конечно, не делает никаких расширений в манере Карейни, но он замедляет самопередикт. В ход, там, грамматический пассаж солиста-пианиста, нисходящий, как раз входит в эту тутильную тему в репризе. И последок, да, перед вот самым этим началом, сильные доли очень сильно замедляют эти самые шестнадцатые. Возможно, это обголоски при самом начале, мы не будем пройти время, много чего послушать сегодня. Но вы можете сами проверить. Это не так уж, не вообще, это была традиция. Вот так вот модулировать в темпах в салонной форме, неважно, Шопен или Хоу. Так вот, потом она хвасталась после концерта за кулисами. Вейнгардер сказал ей свое мнение, добавив новым, Шопен из яплот, эрхот нить. В конце Шопен мертв и не слышит. То, что Вейнгардер говорит о дирижонах. О, Грих тоже уже прочитал книжку Вейнгардера. И согласен с ним в этом. То, что Вейнгардер говорит о дирижонах, увлекающихся темпом бату, можно отнести и к музыкантам-исполнителям, к инструменталистам. Все они страдают, внимание, виртуозней членгем и членливостью. Это тоже, нужно сказать, все со слов, с подсказки Вейнгардера, которые в этом увлечении, украденном временем в дирижировании Бюлова не видят ничего, как стремление к пошлой нюансировке ради себя самой, и больше ничего. И числание, оригинальничание, вкус к сенсации. Больше ничего, никакого смысла, никакого содержания, которое исходило бы, которое подсказывало бы сама музыка. И ничего этого не обсуждается. Но, извините, не могут быть все, целое поколение, не одно поколение дирижеров и инструменталистов тщеславными, и только из вот этого чувства стремления к сенсации, шокировать, депутировать публику. Потому что, конечно, было тоже, это было, это привходило. Но тут есть куда более интересная содержательная сторона. Недаром же Бюллов в педагогических целях, в этих самых эффектных местах, оборачивался к публике, мог вот как надо играть. Да, ну, Гриб тоже не видит ничего об этом, кроме вот числа в той значении. Однако, фрукареню настолько мила, как и личность, что меня беспокоит, что она может заразиться. Ну, вот это, очевидно, рубато, рубато болезнью.